Чернобыльский мутант в Москве. Очевидец заснял фонящего безголового лоса. Это лишь первое из многих чудовищ, утверждает эксперт. Авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году стала причиной выброса огромного количества радиации в атмосферу и землю. Излучение превратило окрестные земли в зону отчуждения. Спустя 1933 года там все еще смертельно опасно. А самое страшное, радиация навсегда изменила генам местных животных, превращая их потомство в ужасных мутантов. Один из таких чернобыльских монстров был снят очевидцем в пригороде Москвы. Известно, что в районе Припяти действительно рождаются очень странные животные с физиологическими отклонениями. Однако факт обнаружения одного из таких животных в Москве заставляет предположить, что он тут может быть и не один, сообщил специалист. Речь идет о достаточно крупном животном – лосе. Ключевой особенностью данной особи стало то, что оно было безголовое. Как бы ни было сложно поверить в это, но у него действительно отсутствовала самая важная часть тела. По словам очевидца, после вспышки камеры животное скрылось в ближайшем лесу. Но как оно могло увидеть яркий свет, не может объяснить никто. Эксперты и ученые недоумевают, как оно вообще умудрилось выжить без головы. От Москвы до Чернобыля – более 800 километров. То, что животное проделало такой путь говорит о недостатке пищи в прежнем ареале обитания, пояснил эксперт. К тому же недавно СМИ сообщали о нахождении еще одного фонящего мутанта. Но на этот раз в Сочи. Это говорит о том, что чернобыльские чудовища начали растекаться по всей планете. Неизвестно, какую опасность эти животные могут нанести физически, но они являются источником излучения. В обоих случаях эксперты зафиксировали повышенный радиационный фон. Поскольку безголового лоса поймать не удалось, то анализировалась найдена лешка-зверя. В этом месте щечек Гейгера зашкаливал, дорогие читатели. Если понравилась статья, буду рад, если поставите лайк.